всем привет дорогие друзья вы на канале зенови вард с вами саша у нас сегодня утро суббота и передают дождик вот небольшой дождик в принципе есть а в дождь как правило заказов побольше и подороже вот мы и проверим это вчера я вышел на линию за час или полтора я получил один заказ на 3 доллара взял кофе до этого на 8 за 8 долларов и типа я уехал с минусом вообще мне позвонил данька сказал говорит то нафиг то работа поехали в теннис поиграем ну так и сделали а после тенниса уже уставший не хотел никуда ехать вот поэтому сейчас в субботу в дождь попробуем поработать узнаем правда ли что в дождь больше зарабатывать можно погнали итак мы отъехали немножечко от downtown а сейчас вот опять подтвердите личность так готова на линии сейчас здесь и 33 посмотрим через сколько упадет первый заказ первый заказ 6 минут через четыре минуты как раз и упал он нормально но ты будешь ехать ну окей все погнали и так я уже подъезжал к этому ресторанчику мне второй заказе купал нагрузку так скажем первый забрал едем за вторым вот это утро мне нравится это мне нравится забрала и второй заказ и вступил в лужу блин я немножечко мокрая нога так и куда мне ехать все погнали 11 минут нормально нормально активное время идет хорошо смотрите а второй заказ аж целых 20 минут ехать мне когда вот этот заказ упал не написано было сколько дополнительно мне денежек придет но я думаю если 20 минут ехать то нормально плюс дождь неплохой но активное время вот такая у нас погодка и надо смотреть в оба потому что американцы в дождь не умеют ездить ну по крайней мере калифорнийцы а вот блин вот что это такое если на обгон брать тут надо хотя бы дистанцию держать разметку почти не видно вот человек хочет повернуть давай-давай-давай я уже высох даже за время когда я еду я высох итак за первый заказ у меня получилось 5 долларов за второй ну а это это еще не обновилась вот последняя поездка 13 почти 14 долларов круто я заехал очень далеко поэтому я где-то здесь по месту и наверное буду работать я в этом районе первый раз посмотрим какие заказики здесь будут я сегодня не завтракал и смотрю на маг маг смотрят на меня искра буря безумие поставлю на брейк сейчас закажу что-нибудь перекусить и дальше работать на номер 1 вот здесь вот это комбай или просто санвечка 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 просто санвечка я это Big Mac это 5.94$ хорошо здесь да вот это вот это вот это вот это спасибо это не мне блин как только выходишь сразу мокрый как только заходишь смотри какая красота мы покушали но я не взял попить еще у меня на gopro 15 процентов осталось поэтому надо будет новый аккумулятор ставить я не забыл зарядил второй аккумулятор ну а пока мы не получали заказы я кушал был на линии ни одного заказа не получил вот я смотрю есть на санта монике какие-то домики ресторанчики заказики а я фиг знает где наверное сейчас поеду на пляж до океана и от океана уже буду вдоль береговой линии ездить может что-то что-то будет вкусненькое на точку но здесь проблемы с парковкой и поэтому я скорее всего поеду вдоль береговой линии все-таки на санта монику там побольше всяких заведений да вот до сих пор держится эти короче штучки вот эти домики типа магазинчики они каждые пять минут принципе меняются но вот на санта моники всегда они есть вот сейчас я приехал сюда здесь был этот домик сейчас его нет а на санта монике есть и причем-то много вот район санта моники вот один вот один поэтому поеду туда что делать до сих пор ни одного заказа кстати не упало я два заказа сделал и все так дорогие друзья двенадцать пятьдесят на часах у меня упал за так я поменял батарейку этого крошка разрядилась забрал заказ это 3 заказ 7 баксов вот три минутки доставлю и поехали дальше искать что-то по заказам вообще начало было хорошая сейчас итак друзья я приехал я вот здесь и рядышком прям есть зоны ресторанчиков видно что у меня карта желтенькая прям самом центре стою тут магазинчики всякие кафешечки и парковку я нашел поэтому буду стоять ждать вуаля 9 долларов погнали еще плюс 16 долларов второй заказ только монетку закинул только вышел с машины вот это мне больше нравится я отдал второй заказ оба заказа дал и мне сразу же прилетел нон-стопчиком третий заказ не может не радовать на 7 долларов две минуты ехать умели наверное буду следующие заказы записываю только такие крупненькие жирненькие вкусненькие мелкие наверное не буду просто снимать и все пороги все вот заказы есть уже достал я вот такой прикольный тихий спокойный райончик так и первый чай у меня упал 368 сейчас посмотрим 47 долларов это без чая без доплат у меня уже есть последние три доллара но на самом деле 7 долларов вместе с чаем будет все сейчас опять едем в какие-то такие места дождик опять пошел вот отсюда я приехал туда и поеду у меня там быстро заказики пришли и очень хорошая блин 20 минут ехать ладно но зато там будет хорошо сидеть взял я заказик и походу в одну из этих высоток мне нужно будет доставить вот прям на углу 10 долларов какой-то бургер болин я надеюсь я на ресепшене оставлю потому что ходить по высоткам блуждать и искать апартмент нехорошо это а еще у меня такое впечатление сложилось что я как только-только зарегистрировался мне давали больше заказов то есть я я в принципе больше получал денег за меньше промежуток времени возможно мне это кажется но после статуса gold когда открыто думал будет лучше а по факту по факту как всегда короче записали меня и послали сейчас будет самое интересное да это высотку мне надо доставить блин надеюсь на ресепшене заберут заказ и мне не придется блин тратить полчаса на поиски квартиры фонтанчик тут такой 2222 блатной номер 118 the 118 the 107 2223 yeah Нет? Да, это здесь. 1-8, да? Да, 1-1-8. И вы можете оставить его здесь, а потом я приду, чтобы купить его. Здесь? Окей, спасибо. Из Дортдаш, Uber Eats, Инстакар, Uber Eats, да. Хорошо, круто. Спасибо большое. Всё, я оставил на ресепшене. Очень круто. Даже с моим английским. Доставлено. Всё, обратно в жёлтую зону. Погнали. Вот бы так всегда. Я с этой зоны оранжевой привёз в эту зону и прям посередине оранжевого. Очень круто. Я ещё и парковку нашёл. Здесь проблема с парковкой, а я прям встал ещё. Радует, радует. Итак, мне ещё один чай пришёл на 3 доллара. Это за два заказа всего лишь чаевые пришли. Сейчас 65 долларов я сделал, 8 поездок. Последние вот 3,67, но на самом деле там будет чуть больше 6 долларов. Но всё равно, хотелось бы лучше. У нас пол четвёртого времени. Работаем дальше. Я не знаю ещё, наверное, пару заказиков, может 2-3 сделаю и буду ехать домой, не отключая линию, если там по дороге что-то упадёт, возьму. А так уже настроения никакого. Друзья, я в шоке. Заехал. Веган Глори какой-то, веганский магазинчик. Вот такая вот коробочка. 20 долларов доставка. Ехать 36 минут, 12 миль. Я в шоке. 20 баксов, только доставка. Жесть. Не буду никогда веганом. И так, дорогие друзья, у меня сел и микрофон в этом моменте. Поэтому здесь я рассказывал о том, что клиент просто не взял трубку и не отвечает на смс. И я уже думал, что могу забрать еду себе. Но, как оказалось, в дальнейшем нет. Я звонил ему ещё 3 раза. И буквально на последней минуте, там время ожидания порядка 10 минут у меня было, на последней минуте он всё-таки взял трубочку и сказал, подъедь, пожалуйста, на парковку. Я его бегал, под дождём искал. Заходил в одну дверь, была дверь закрыта. Заходил в другую дверь. Там парковка и пару машин стояло, но все двери были вокруг закрыты. То есть я не знал, что делать. Я просто ожидал. Потому что, если ожидания выходят, мне деньги всё равно перечисляются, я могу забрать заказ и поехать по своим делам. Но не сложилось именно таким образом. Я даже успел связаться с техподдержкой, пообщаться с ними за это время. Но мне сказали, подождите, таймер идёт, он должен закончиться, тогда вы можете ехать и, в принципе, быть свободным. В итоге вышел какой-то чёрный парень, забрал он на заказ, поблагодарил. И, собственно, я поехал уже сразу домой. Я не делал больше никаких заказов. Потому как уже темнело. Во-первых, у меня села одна батарейка и уже подходил конец второй. Плюс у меня сел микрофон. И я решил всё-таки по темноте не снимать видео, так как качество YouTube будет очень плохое. И вам не будет интересно смотреть просто на это. Поэтому я поехал домой и в дальнейшем рассказал, как закончился мой рабочий день. Так, на этом моменте я просто рассказываю, сколько я за день заработал чистыми. В дальнейшем я расскажу, сколько я заработал. Плюс с доплатой. Записываю я это видео спустя уже, не знаю, наверное, несколько дней. И доплата мне пришла за все возможные мои заказы 90 долларов. Я вывел благополучно. Всё хорошо. Доплата работает. В Калифорнии, именно в Калифорнии, обратите внимание, доплата идёт 24 доллара. Вы меньше не заработаете. То есть, если вы даже заработали 20 долларов, то вам в любом случае за активный час доплатят ещё 4 доллара. Поэтому обратите внимание на штат, в котором вы работаете, либо же обратите внимание, в какой стране вы работаете в Уберриц. Для того, чтобы в дальнейшем не было никаких вопросов, потому как есть даже в США, есть такие штаты, которые не делают доплату. Я говорю конкретно за Калифорнию, конкретно где я живу, и чтобы вы, собственно, понимали. Так, друзья, я встану так, чтобы более-менее видно было. Мне чай ещё не дошёл, я уже дома. На линии активные часы у меня 3 часа 59 минут, считаем 4 часа. Показываю 94 доллара. Итак, сколько я сделал с доплатой? Блин, я завтыкал. 4 часа. 4 умножить на 24 равно 24. Это меньше этой суммы вы в доставке не заработаете, там идёт доплата. Так, и плюс, посмотрим. Чайви 28 долларов. 125, прокруглим. 125 долларов я за сегодня заработал с доплатой. Но доплату придётся ждать. А вывести прямо сейчас я могу эти 95 долларов. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, если было интересно. Если есть какие-то вопросы, задавай, я на все отвечу. Ставим лайки, репост, колокольчик. Помогает продвижению видео. Ну и дальше будет интереснее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok